В Тверской области то и дело появляются очаги скопления мусора, сваленные где-нибудь за пределами города, в рощах или попросту в поле. Хотя власти предпринимают все меры, чтобы минимизировать их количество. Например, внедряют раздельный сбор, однако все равно с завидным постоянством возникают новые несанкционированные мусорные точки. Так очередную обнаружили под Тверью. Об этом стало известно, когда жительница Каблуковского сельского поселения опубликовала запись в местном сообществе с фотографиями груды мусора. Подробности у нашего корреспондента. Свалку обнаружили возле заброшенного химического склада за деревней Ильино. По словам местных, груды мусора здесь давно периодически их поджигают, но через некоторое время он снова появляется на том же месте. Свалка находится рядом с дорогой недалеко от деревни Ильино. Но сразу заметить ее не так просто. Надо проехать вглубь поля, чем и пользуются недобросовестные граждане, выкидывая здесь свой мусор. Как мы сейчас можем заметить, в большинстве своем это бутылки из-под этилового спирта, а также осколки от бутылок. Ну и строительный мусор. Местные предполагают, что отходы приносит сюда кто-то с подпольного предприятия, которое, возможно, занимается производством алкогольной продукции. Наша съемочная группа встретилась с местной жительницей, которая опубликовала пост в социальной сети о сложившейся ситуации. Женщина пожелала остаться анонимной, поэтому ее имя и лицо мы показывать не будем. Вопрос в том, что она пополняется, эта свалка, и пополняется она отходами, вы видели какими, это пластиковые бутылки, стекло. Это все бьется и жгется. И жгется это и летом, естественно, убираются улики. Потому что там отходы по разливу нелегального спиртных напитков. Это водки, там даже есть этикетки, там есть и пробки от этих бутылок. И может быть, жители не так беспокоила свалка отходов, вот только мусор на ней постоянно сжигают. Из-за чего ближайшие деревни окутывают черный едкий дым от леющих бутылок. И это не единственная опасность. Рядом находится поле с сухой травой и лес, куда огонь может перекинуться в любую секунду. Летом жгли, был черный дым оттуда, когда жара стояла. Потому что, ну, еще подумали, что нужно, наверное, вызывать, откуда идет дым, нужно вызывать пожарных. Но потом через какое-то время пришли и поняли, что это же жглось там. Администрация Каблуковского сельского поселения, в чье ведение относится злополучный участок, знает о сложившейся ситуации. Ведь им не раз приходилось разбираться с этим мусором. С сахаром выбирали свободники, там какие-то зубровые порядки поддерживали. На больших свалок прежние годы не было. Сейчас, в последний год почему-то. Кто-то провалился, возили туда именно в этом году какие-то канистры. А так все это обычно был консультурный мусор большой, убирали. Глава администрации также рассказал, что участка земли имеется собственник. Поэтому ответственность по уборке мусора лежит на нем. Сейчас трудновый собственник пытается там, по-моему, завести какое-то производство. Но еще пока ничего не огораживал. И по результатам вот этой публикации получил уже ссылку. И почувствовал, что пора принимать меры. Только за 2020 год в Тверской области вывезено более 4200 кубометров мусора. Лидером в этом процессе стал Калининский район. Здесь ликвидировано 32 свалки. Следует за ним Осташковский городской округ и третье место занимает Тверь. К слову, если граждане сами обнаружили несанкционированную свалку, то они могут сообщить об этом региональному оператору по переработке твердых коммунальных отходов. По горячей линии по телефону 8 800 250 99 48 или на сайте оператора. Кроме того, существует группа мониторинга внутри предприятия, которые также выявляют незаконные свалки. Своими силами у них для этого есть необходимые полномочия, транспорт, оборудование, которыми они тоже выявляют тех или иных юридических лиц, либо физических лиц, которые организовывают незаконные свалки. Кстати, за создание несанкционированных свалок предусмотрена административная ответственность. Если мы берем физических лиц, то это от 2 до 3 тысяч рублей. Если мы берем юридические лица, то это от 250 до 300 тысяч рублей. И есть еще такая мера, как приостановление деятельности на 90 суток. Поэтому организованно вывозить мусор намного дешевле, чем платить штраф. И не стоит забывать, что мусор, который правильно не утилизируется, наносит вред окружающей среде. К слову, по последнему мониторингу ЦАХа самым загрязненными остаются Калининский и Конаковский районы. Однако около 70% из несанкционированных свалок в них уже ликвидированы.